Забор в два человеческих роста не может скрыть всполохи пламени. Хотя емкость с битумом находится под землей, огонь поднимается высоко вверх. Мало что горит так сильно, как продукты из нефти. Вода из шланга здесь практически как мертвому припарка. По предварительным данным, тут находится 100 тонн черной смолы. Страшно представить, что было бы, если бы хранилище, рассчитанное на полторы тысячи тонн, оказалось полным до краев. На место ЧП прибыло целых семь автоцистерн. Но по словам самих же пожарных, залить горящий битум водой почти нереально. Поэтому на помощь прибывает установка, которая тушит пожар пеной. Наконец, спасительный пенный генератор запущен. И белые хлопья летят с высоты на пылающий резервуар. Его площадь – тысяча квадратных метров. И чтобы остановить огонь, надо все это пространство покрыть толстым слоем пены. С момента возгорания проходит больше часа, прежде чем черные клубы начинают уменьшаться. Автомобиль пенного отделения восьмой части прибыл. Проведена пенная атака на горящее хранилище. Пламенное горение ликвидировано. Сейчас продолжается подача пены в очаг пожара для того, чтобы убедиться в том, что мы все полости пеной заполнили. Водяными стволами мы охлаждали соседние объекты, резервуары, которые рядом расположены. После того, как хранилище станет полностью безопасным, сюда приедут пожарные дознаватели. Им предстоит выяснить причину возгорания. Пока у руководства завода есть только предположения. Остатки битума, которые там находились, порядка ста тонн. Разогревается он непосредственно тенами. Эти тены имеют соответствующие степени защиты, но, видимо, что-то прошло не так. Сейчас будем разбираться, будем вытаскивать эти тены, смотреть. Уже после того, как произойдет тушение, переставляли тены. Видимо, где-то произошло оголение, возгорание и так далее. Завод находится в промзоне. Жилья поблизости нет, но огромный столб дыма успел напугать красноярцев в разных районах города. Как повлияло ЧП на атмосферу краевого центра, разберутся экологи. Мария Антюшева, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.